ВОЛШЕБНЫЕ ПРЕДВИДЕНИЕ И в конце концов придут к власти и очень надолго социалисты радикально-террористического толка. Самая бескровная революция в истории. Верным путем идете, товарищи. Во время вот этих, ну каких-то частных, будем говорить, перестрелок, погибло 6 человек с обеих сторон. И получили ранения 50 человек. Загадки и тайны русской революции в программе «Секретный план Ленина». Дул, как всегда, октябрь ветрами, как дуют при капитализме. Владимир Маяковский. Поэма «Хорошо». Нью-Йорк, Рим, Лондон, Париж. Везде стихийно вспыхивают беспорядки. Акция «Захвати Уолл-стрит» перерастает в массовое протестное движение против всевластия финансовых монополий. Октябрьские события на улицах городов мира собирают все больше и больше сторонников. Так было и в феврале 1917 года в России, когда пришедшие на митинг люди и не знали, что являются участниками исторических событий. Никто не подозревал, что в стране происходит революция. 25 февраля в городе Петрограде на ступенях Таврического дворца, где заседала Государственная дума, состоялся митинг. Одним из выступавших был временно присяжный поверенный, адвокат по-нашему, видный деятель левых кадетов Николай Дмитриевич Соколов. И вот в своем выступлении он воскликнул, так да здравствует же наша февральская демократическая революция. Все оглянулись и закричали ура, захлопали в ладоши, затопали ногами. Люди ходили на демонстрации, люди свергали старый режим, кричали отречемся от старого мира, пели песни и не подозревали, что делают революции. В ночь с 25 на 26 октября, по старому стилю, 1917 года, в Петрограде был совершен государственный переворот. То, что мы теперь называем Великой Октябрьской социалистической революцией. Сегодня много говорят о том, что как было бы хорошо, если бы все закончилось в феврале свержением монархии и передачей власти буржуазно-демократическому правительству. Но история не знает сослагательных наклонений. Февральская революция была организована самыми близкими к императору людьми. В состав заговорщиков входили все великие князья, вся верхушка царского окружения. Это должен был быть мягкий государственный переворот, организованный с одной целью – не дать России выйти из войны. Есть достаточно серьезные данные, что Николай II к началу 1917 года уже созрел, чтобы заключить с германцами сепаратный мир. А поскольку вся государственная верхушка представляла собой одного большого английского агента, допустить этого она не могла. Соответственно, было решено произвести, так сказать, мягкий государственный полупереворот. Отстранить императора, который вел не ту политику, и посадить императора, который вел бы ту политику. Как это собирались сделать? Все предельно просто, если мы вспомним о составе царской семьи. Отстранить Николая II, поставить к малолетнему наследнику нужного регента, скорее всего Николая Николаевича, который был ястребом из ястребов и англоманом из англоманов. И дальше продолжать воевать во славу английского и французского капитала. К власти пришло временное правительство. Почему временное? Да потому, что оно должно было существовать до созыва учредительного собрания. Это было, по сути, абсолютно левое социалистическое руководство, состоящее из признанных либералов. И вот тут-то пришли молодые и жадные. Молодые и жадные были очень нам знакомыми типажами. Это были русские либералы. Но, в отличие от Гайдара, они были не теоретиками, а практиками. Это были крупнейшие капиталисты. Это были члены военно-промышленного комитета, который наживался, наживал совершенно безумные миллионы на войне и вовсе не хотел, чтобы она кончилась. Но у них была одна особенность. Они абсолютно не умели управлять государством. Точно так же, как и российское правительство 90-х годов. Одним из первых актов, пришедшего к власти либерального правительства, стала всеобщая амнистия. Из тюрем были выпущены все заключенные. Не только политические, но и уголовные. По сути дела, в стране наступил криминальный передел. Из литовского замка, из тюрьмы, где содержались не политические заключенные, а содержались серийные убийцы, маньяки, насильники, грабители, всех выпустили. Параллельно сожгли здание дома судебных установлений, и все дела на уголовников сгорели. В итоге, новое временное правительство, состоящее преимущественно из масонов-либералов, объявляет амнистию, а поскольку, политическим формально, а поскольку отделить политических уже от уголовников нельзя, выходят все. В итоге, страна оказывается во власти уголовников, полиции нет, одни уголовники. В общем, ситуация оказывается очень странной. Поскольку либералы с этой ситуацией справиться не могут, и дурного прав, что они не знали своей страны, то рано или поздно, эта власть должна была валяться в пыли. И просто тот, кто первый подберет ее, тот окажется наверху, а потом перед ним встанет страшная историческая задача наведения порядка по всем азимутам. Беспощадного! В исторических архивах сохранился удивительный документ. Его нашли нераспечатанным уже в советское время. Это письмо, написанное отставным министром внутренних дел Дурново Николаю II. Причем написанное за три года до революции, в 1914 году. В этом письме Дурново писал, что война неизбежна. И нам надо решать, на чьей стороне мы будем. На стороне Германии и ее союзников, или на стороне Англии, Франции и ее союзников. Сегодня любят говорить о всяких провидцах и пророках. Но вот вам документ, который написал простой человек на основании анализа и знания ситуации. Кто знает, как бы сложились события, прочитай Николай II это письмо. Дальше, пишет Дурново, война примет затяжной характер. Быстро все не решится. Так оно и случилось. И вам, государь, пишет император, рано или поздно придется взять командование на себя. Николай II не был главнокомандующим. До августа 15-го года главнокомандующим был великий князь Николай Николаевич. В сентябре Николай II принял на себя эти функции. Дурново как будто видит это и говорит, и с той поры все наши неудачи, все наши проблемы будут связываться именно с вами. Это приведет к оживлению либеральных думских элементов, которые потребуют изменения строя, изменения власти. И в конце концов, пишет Дурново, это произойдет. Вот она, февральская революция. К власти пришли российские либералы. Дальше отставной министр с абсолютной прозорливостью пишет, но поскольку наши либералы не знают своей страны и не укоренены в ней, продержатся они в ней очень недолго. Во власти я имею ввиду. И в конце концов придут к власти и очень надолго социалисты радикально-террористического толка. Он не пишет о большевиках, он описывает, как умнейший человек, общую картину. Вот это все произошло. Во главе Временного правительства встал левый социалист Керенский. Этот щупленький гражданин с маниакальной страстью стал разваливать все, что можно было развалить. Первый декрет нового правительства отменил армейские чины и звания. В условиях воюющей страны это был акт предательства, который привел к массовому дезертирству из армии. Керенский выезжает в Гатчину для того, чтобы попытаться собрать офицеров-юнкеров для похода на Петроград. Офицеры-юнкера выстраиваются перед ним и ни один не подает руки Керенскому. Да, они соглашаются. Они потом пошли действительно, 26-го на Петроград. Но один из офицеров сказал, извините, господин премьер-министр, я вам руки не подам. Я корниловец. А Керенский продал Корнилова, сдал его. В этой обстановке хаоса и неразберихи только большевики могли предложить понятную массам программу. И Ленин неожиданно для всех выдвигает лозунг о курсе на вооруженное восстание. И вдруг Ленин призывает к вооруженному восстанию, да еще как ультимативно. ЦК сказать, что она перепугалась, значит не сказать ничего. Они уничтожили все копии писем Ленина, оставив только одну, так сказать, на развод. Они тщательно прятали от партийных масс ленинские идеи, но спрятать не могли, поскольку Ленин писал не только ЦК, он писал Петроградскому комитету, Московскому комитету. В итоге информация просачивалась, просачивалась и просочилась. А поскольку партия большевиков большей частью состояла из ребят молодых, решительных, очень левых, которые при каждом удобном случае призывали брать почту и телеграф и гнать его правительство из Зимнего, то ясно, что партия большевиков высказалась за восстание. Был ли Ленин авантюристом или расчетливым прагматиком, сказать сложно. Но то, что у него имелся свой план, это несомненно. В то время Ленин был никому неизвестным лидером маленькой партии, его хорошо знали лишь в узких революционных кругах. Поэтому, когда он предложил курс на вооруженное восстание, все были в шоке. Когда возник достаточно такой противоречивый момент осенью, в сентябре-октябре 1917 года, вот и даже вот там 23-24 октября, Ленин всегда подчеркивал, что сейчас или никогда, или мы возьмем власть, потому что сейчас есть благоприятные условия, или у нас может такого шанса больше не повториться. Штурм Зимнего дворца, показанный в сотнях кинофильмов, такой же миф, как и героические защитники дворца. Его обороняли две роты юнкеров и так называемый женский батальон. Причем, как выясняется из документов, все они были просто-напросто пьяны и защитить кого-либо физически не могли. Джон Рид, когда сумел встретиться с защитниками Зимнего, обнаружил огромное количество пустых бутылок по углам и определенное количество полных бутылок в руках у защитников. Там же были погреба с царскими винами. Вот поэтому они там до упора и сидели, а потом тихо ушли, плевали не на правительство. Там винные склады были. После 17-го года уже управлять так, издеваться над своим народом во многих странах уже было нельзя. Вчера рано, а завтра поздно. Лозунг истории. Если бы не было Ленина, все, события пошли по демократическому сценарию, Россия бы развалилась на 20 государств. В так называемом штурме Зимнего помимо матросов и рабочей гвардии участвовали и пять американских журналистов. В своих воспоминаниях они оставили описание этих событий. Наиболее полно их осветил Джон Рид в своей знаменитой книге «Десять дней, которые потрясли мир». Надо сказать, что долгое время эта книга была под запретом. Действительно, через вот эти арку генерального штаба молча. Значит, это было темное время суток. Значит, тогда не было камер, которые могли бы снимать ночью, как некоторые у нас студенты считают, что это чуть ли не документальные кадры. На самом деле, это были съемки фильма «Октябрь» в 1927 году. Красиво все было сделано, да? Вот молча, значит, первые несколько сотен добежали до Александрийского столпа. Потому что перед Зимним дворцом стояла баррикада из дров, приготовленных для отопительного сезона. Если бы я, обычно говорю, если бы я даже с моим не очень хорошим зрением сидел бы за пулеметом, за этой полейницей, да, если бы я, хотя сделал бы одну очередь, то потери были значительно больше. Но за полейницей не было никого. И как пишет Джон Ритт, а еще было, с ним было еще два американских журналиста, мужчины, и две женщины были. Пять американских журналистов участвовало в штурме Зимнего дворца. Они перескочили через полейницу, там никого не оказалось. Так вот, если кто забыл, я напомню, что во всем городе Петрограде, во всех вот этих, так сказать, столкновениях, стычках, которые где-то были, но не в Зимнем дворце, значит, во время вот этих, ну, каких-то частных, будем говорить, перестрелок, погибло шесть человек с обеих сторон. И получили ранения 50 человек. Значит, Великая Октябрьская Социалистическая Революция, как ее раньше говорили, называли, это 25-26 октября, значит, это была самая бескровная революция в мировой истории. Зачем большевикам лично Ленину было спешить со штурмом Зимнего? Ведь власть практически была в руках восставших. Можно было спокойно дождаться открытия съезда Советов и взять власть законным путем. Вдруг Ленин за день до этого развивает совершенно безумную деятельность, требуя, чтобы временное правительство вышибли из Зимнего до начала съезда Советов. На день, на несколько часов, на час, но раньше. Зачем? Какой в этом смысл? Поперек всей демократической процедуры. Устраивать силовой захват власти, тогда, когда он абсолютно не нужен. Взятие власти есть дело восстания. Его политическая цель выяснится после взятия. То есть, у него был какой-то план, который не доверял даже товарищам по партии. Он говорил, поверьте мне, возьмите власть, и вы увидите, что будет. На 25 октября было намечено открытие съезда Советов, где должно было быть избрано новое правительство. Но большинство на съезде имели левые эсеры и меньшевики. То есть, правительство должно было быть коалиционным, что совсем не устраивало Ленина. Надо просто знать реалии того времени, чтобы понять интригу Ленина. Все было очень просто. Сидит президент Ленин. Сидят на съезде меньшевики, эсеры, все эти милые ребята, с которыми он очень не хочет входить в одно правительство. Причем они были противниками силовых действий, как и большая часть большевиков. На большевики связаны партийные дисциплины. Они против Ленина не пойдут. А меньшевики-эсеры пойдут. И они делают очень простую вещь. Они требуют прекратить военные действия. Прекратить военные действия ничего не стоит. Позвонить по телефону. Никто этого не делает. Стрельба продолжается. Тогда меньшевики-эсеры, заведствами согласия с большевистской политикой, торжественно уходят со съезда. Что и требовалось получить. Съезд мгновенно принимает все большевистские декреты и выбирает большевистское правительство. Без всяких эсеров, без всяких меньшевиков. И большевики получают благословение съезда на реализацию своей программы. Если бы избрали коалиционное правительство меньшевистское эсеровское, если бы избрали коалиционный ВЦИК, Центральный исполнительный комитет, то Россия был бы конец. Потому что это было бы демократическое правительство трех партий, которое по любому самому мелкому вопросу припиралось бы к домому помрачению. И в итоге продолжался бы паралич власти. Вот такой секретный план и держал в голове Ленин, когда торопил с восстанием. Знаменитый исторический выстрел Авроры тоже был не случайен. Кроме Авроры по дворцу стреляли еще и орудия Петропавловской крепости. Но, как известно, почему-то лишь один снаряд, да и тот трехдюймовой пушки, попал во дворец. Зачем был нужен такой обстрел? По дворцу ходило огромное количество революционеров, а когда Аврора выстрелил, они все оттуда побежали, потому что решили, что начался обстрел дворца. Именно после выстрела Авроры зимний надо было брать заново. Потому что оттуда все удрали. То есть штурм был сам по себе, выстрел был сам по себе. Кому давала сигнал Аврора? Зачем это было нужно? Если не знать географии Санкт-Петербурга, тогда, начнем Петрограда, конечно, это не поймешь. Но если знать географию, если посмотреть, что в это время происходило в Смоле, становится все понятно. Значит, примерно 21.30 бахнула Аврора. Примерно в 22.30 наконец начался второй съезд Советов. Там пока выбирали президиум, пока там все это дело, пошли всякие организационные вопросы. Только начал работать съезд, как начался обстрел в Петропавловке. Стреляли безопасно, но очень-очень-очень громко. И стрельба по Зимнему дворцу была прекраснейшим образом слышна в Смольном. Октябрьский переворот был самым бескровным. Если учесть значимость события, то практически жертв не было. Все в рамках обычной жизни трехмиллионного города. Можно сколько угодно рассуждать о зверствах большевиков, но факт остается фактом. Власть была взята без крови. Непосредственно в ходе вот этих революционных действий никто не погиб. Есть замечательный подсчет. Сколько человек участвовало со стороны ВРК, военно-революционного комитета и большевиков в захвате власти? От 12 до 14 тысяч. Сколько человек пыталось защитить эту власть? Или формально хотя бы стояло под штыками на защите этой власти? Примерно...